На днях новую удивительную черту и без того самобытного уральского характера открыли в себе земляки, которые путешествовали на автобусе по ближайшему пригороду Екатеринбурга. Они прямо на ходу, без какой-либо посторонней помощи, отремонтировали не первой молодости, зато очень импортный сарай, не отвлекая водителя. Точнее, отвлечь его они, конечно, пытались, но он не стал размениваться по мелочам. Этот, пока неизвестный труженик Баранки, крутил ее внутри автобуса, который совсем не бесплатных пассажиров вез по 182 маршруту из Екатеринбурга в Двуреченск. Далеко ли отъехал, неизвестно, но в один прекрасный момент граждане стали ему докучать сообщениями о беспределе в салоне. Там слетела с катушек, ну или с защелок, довольно здоровенная часть внутренней обшивки, которая угрожала настучать гражданам, как минимум по головам, вполне недвусмысленно. Как вы уже слышали, водила не слышал жалоб везомых и продолжал движение, как ни в чем не бывало. В конце концов, тормоза тормозят, руль рулит, дизель молотит, с чего бы вдруг ему волноваться. А о спасении утопающих, по его глубокому убеждению, дело рук совсем не тех, кто плавать умеет. Вот тогда людям и пришлось брать ситуацию в свои руки, с немалым риском, что эти руки пообрывает им грозно-гремящая панель. Далее рассказ очевидца события, цитата по Е1. При обращении к водителю ноль эмоций. Водитель не остановился, ничего предпринимать не стал. Если бы неравнодушные парни не починили, эта рамка накрыла бы всех четырех пассажиров. Хотелось бы напомнить нашему неизменному перевозчику, что правила безопасности написаны не просто так, и несоблюдение приводит к человеческим жертвам. Конец цитаты. Тот рейс, говорят, доехал до Двуреченска без жертв, в том числе и человеческих. Но хотелось бы, что хотя бы в воспитательных целях жертвы все же появились в водительском составе. Вопрос компании Автоплюс, которая стрижет купоны с этого направления, имея такие кривые кадры и технику, как можно доверять перевозку живых людей за их деньги тому, кто плевать хотел и в итоге наплевал на прямые и громкие жалобы людей на опасную для них неисправность. Вопрос, конечно же, риторический, эдакий эвфемизм фразы «найти и уволить».